В одном из прошлых выпусков я рассказал вам о важных армянских организациях и проектах, которые, по моему мнению, проделывают большую и значимую работу для развития образования, милитаризации, защиты суверенитета, общего поднятия уровня гражданской ответственности, а значит создания здорового и сильного общества, готового ко всевозможным вызовам. Как и обещалось, в каждом выпуске этой рубрики я буду показывать и рассказывать о подобных проектах, осуществляемых армянами и во благо Армении. Я, как и в предыдущем выпуске, сделаю донаты в каждую из них. Подумайте, как подобный вклад каждого может помочь изменить что-то в лучшую сторону и при желании тоже донатить в те проекты, которые воодушевляют вас. Вы также можете поинтересоваться, какая помощь, помимо финансовой, нужна данным организациям, нужна ли организаторам волонтерская помощь и так далее. Меня зовут Хайк, вы смотрите канал Рипатриарх, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если тема выпуска вам интересна и в комментариях делиться своими мыслями и опытом. Кроме того, расскажите о социально значимом проекте, неважно, будет это бизнес-проект, благотворительный или еще какой, и мы отберем на основе вашего рассказа три лучших проекта и распределим среди них еще 100 долларов. А еще напомню, что это видео создано на вашей донаты в Патреоне. Ваши донаты позволяют работать целой команде, которая постепенно расширяется. Для нас независимость канала Рипатриарх продолжает оставаться ключевой ценностью и ваша поддержка на Патреоне является самым главным гарантом того, что мы сможем продолжать делать свою работу и развиваться. Ну что ж, погнали! Мы в деревне Дибет Лорийской области, куда мы выехали с женой поработать, отдохнуть и поучиться на расстоянии от городской суеты в объятиях природы. Года четыре назад я твердо для себя решил, что моя работа не будет привязана к конкретному офису, а в идеале я представлял, что буду жить там, где захочу, делать то, что захочу и ни от чего не буду иметь судьбоносной зависимости. Вокруг себя я видел сотни людей, которые уже достигли того образа жизни, о котором я мог только мечтать. Основательно изучив возможности 21 века, я пришел к выводу, который может вас шокировать. Зарабатывать деньги, которых будет достаточно для интересной, активной, разнообразной и насыщенной жизни, проще простого. Спокойно, я не собираюсь рекламировать ставки, и когда я говорю проще простого, это не означает, что вам не предстоит сложный путь работы над самим собой. Кстати, ставки зло. А знаете что, добро, знания и навыки. Зарабатывать деньги проще простого, если вы обладаете востребованными знаниями и навыками. Что? Так просто? Я понимаю, вам всю жизнь родители, окружающая среда вбивали в голову, как сложно зарабатывать деньги. И вообще, тебе надо на заводе поработать, чтобы жизни научиться. Нет, нет и еще раз нет. Не хочу я работать на вашем заводе, потому что на заводе должны работать роботы. А человек должен либо программировать этих роботов, либо упаковывать их в крутейшую маркетинговую упаковку, либо разрабатывать дизайн, либо делать еще что-то креативное и творческое. А знаете что? Сегодня у меня для вас офигительные новости. Одна из лучших образовательных платформ пришла в Армению. Знаете, что это вам дает? Приходите в офис Skillbox в Ереване на улице Амеряна, или зайдите на Skillbox.am для того, чтобы пройти бесплатный профориентационный тест, с помощью которого вы поймете, в каком направлении вам стоит начать развиваться. А также узнаете, какие в принципе существуют сейчас возможности для того, чтобы прокачать себя настолько, чтобы спрос на вас увеличился в разы. А направлений сейчас действительно много. Сегодня у Skillbox более 600 программ. Вы можете развить новый навык, а можете с нуля освоить новую профессию. Маркетинг, программирование, менеджмент, дизайн, мультимедиа, игры. Эти отрасли по-настоящему востребованы в наше время. Оплатить курсы можно как в рассрочку, так и в кредит. Для меня это не просто реклама. Сам я уже около полугода учусь на курсе «Продюсер онлайн-образовательных программ». Это такой комплексный курс для тех, кто занимается онлайн-образованием и кто хочет обладать самыми современными знаниями в этой сфере. Все от методологии до упаковки и продаж. Эти знания фактически помогут любому с нуля создать свой прибыльный бизнес. Сегодня мы с женой выехали в Дебет и можем здесь работать, учиться и отдыхать. Сегодня нет границ, кроме тех, которые в вашем сознании. Сегодня нет ограничений, кроме тех, которые диктуют вам ваши стереотипы, ваше окружение и ваши страхи. Живите жизнью, которой вы мечтаете, и не слушайте никого, кто говорит, что это невозможно. Сегодня возможно все. А скиллбокс, как опытный проводник, сначала даст навыки и знания, а потом еще и поможет найти работу, за которую будут платить достойные современного человека деньги. Ну все, теперь вы знаете, что деньги зарабатывать проще простого, стоит только поставить цель и приложить усилия. Ссылка на скиллбокс АМ будет в описании. А мы продолжаем. Первый донат в размере 20 долларов я направлю проекту Города Рак. Проект занимается строительством библиотек в отдаленных, труднодоступных сельских общинах с целью улучшить сферу образования в этих районах. За 4 года в результате инициативы Города Рак было реконструировано несколько современных школьных библиотек в трех областях Армении. После Драхтика Гераркуникской области, Мовсесы и Чоратана Тавушской области и Дебета и Амракитса Лорийской области следующую библиотеку планируется построить в селе Арагазаван, Арагацотнской области. Сбор средств для этой цели уже начался. Авторами проекта являются Арусик Зайналян и Хайк Залибекян. В 2017 году Арусик стала участником программы Teach for Armenia и приехала преподавать английский в деревне Амракитс, на севере Армении. Увидев, в каком плачевном состоянии находится библиотека при школе, у нее зародилась идея реконструкции библиотеки для детей, с которой она обратилась к архитектору Хайку Залибекяну. Первую библиотеку они открыли в мае 2018 года. Единственные библиотека в селе Арагазаван, на которую проект собирает деньги, обойдется в два раза дорожка, потому что она будет гораздо больше предыдущих, около ста квадратных метров. При этом у проекта есть некоторые обязательные элементы, без которых не обходится ни одна библиотека. Это трехметровый стол, за которым можно всем собраться, читальные места на подоконниках, а также мотивационное дерево, куда дети прикрепляют читательские билеты. Чем больше читаешь, тем выше билет поднимается по дереву. В двух библиотеках Градарак сделал даже амфитеатры, чтобы на них можно было сидеть и смотреть в окно. Везде в библиотеках ноутбуки и проекторы. Ребята мечтают создать хотя бы по одной библиотеке в каждой области Армении. Эти библиотеки должны работать и после уроков, и в оба выходных дня. Они задумывались как общинные центры, в них можно посмотреть кино, устроить вечеринку или спектакль. В одной из библиотек развивается социальный проект. Дети назвали его Шухик, что с армянского переводится как уменьшительно-ласкательное от слова спица. Он возник из кружка по вязанию. Было решено продавать вязаные изделия, а 30% от продаж вкладывать в развитие деревни. Так у общины появляются деньги на небольшие проекты, какие именно они решают сами. Но самое крутое, то что после завершения проекта Арусик и Хайк поддерживают с библиотеками связь, помогают им книгами, материалами, а Арусик раз в несколько месяцев приезжает к ним в гости. Проект существует благодаря пожертвованиям, помощи спонсоров, поддержке администрации сельских общин, где проводится реконструкция библиотеки. Городорок также подает заявки на гранты. Например, проект второй библиотеки в деревне Мовсес был полностью осуществлен за счет гранта. Кстати, если вы смотрели наше видео из деревни Драхтык, то вы помните открытие Тамгарадарака. На открытие приехали десятки гостей со всей Армении. Библиотека — это не просто книги, хотя и они имеют огромное значение. Библиотека — это место, где можно проводить лекции, тренинги, куда можно приезжать для того, чтобы делиться знаниями с местными детьми. Городорак — это инициатива, направленная на предоставление доступа к знаниям и качественному образованию для всех детей и подростков Армении. Ведь о каком образовании может идти речь в тех маленьких и заброшенных селениях, в которых ребенок попросту не может сходить почитать в библиотеку. Если пожертвования на проект Городорак будут расти так же интенсивно, как его авторы стараются добраться во все, даже самые далекие края Армении, то скоро из четырех-пяти библиотек вырастет огромная сеть по всей стране. И вместо поколения безальтернативных потребителей мы получим поколение просветленных людей с огромным стеллажом знаний. Каждый из нас при желании может чуточку приблизить этот день. 20 долларов идут к проекту Городорак. Внизу я оставлю ссылку на их Patreon. Ребята просили, чтобы вы поддержали их именно через этот сервис. На очереди у нас организация, которую я упомянул в прошлом ролике. Если не смотрели его, то обязательно посмотрите и предыдущий выпуск этой рубрики. Благотворительное объединение врачей и волонтеры из Армении. Сокращенно VIVA. Благотворительное объединение VIVA было создано 7 апреля 2016 года во время Апрельской войны. Основная концепция деятельности VIVA – обеспечение больниц Армении и Республики Арцах медицинским оборудованием, лекарствами, материалами, инструментами и, в принципе, всем необходимым. Целью организации является улучшение качества и доступности медицинской помощи, повышение технической оснащенности госпиталей и больниц, проведение бесплатных консультаций, операций врачами VIVA, сбор средств для социально необеспеченных больных детей и взрослых, а также переподготовка армянских врачей в России. Первую помощь фонд VIVA оказал Арцаху уже во время четырехдневной войны. А сейчас просто загибайте пальцы. Благодаря фонду оборудовано отделение переливания крови Республики Арцах, которое в 2017-2018 годах обслужило 1525 доноров. Были оснащены хирургические, реанимационные и диагностические отделения госпиталей и больниц Республики Арцах, а также единственный онкологический центр Республики. Были оплачены операции, лечение детей из необеспеченных семей и различных видов заболеваний взрослых. 20% работы фонда направлено на социальные программы, поддержку в вопросе самозанятости населения. Каждый врач или волонтер вносит часть своего вклада в большую работу, чтобы помочь Армении. А еще ВИВА хочет сделать научно-медицинскую литературу доступной для студентов и специалистов, что облегчит их работу и будет способствовать эффективности в медицинских учебных заведениях. Фонд поддерживает ереванские библиотеки и в будущем планирует обеспечить медицинской литературой библиотеки других областей Армении. 20 долларов идут на поддержку фонда ВИВА. Поехали дальше. Вы тоже поддержите проект, тем самым помогая всем тем ребятам, которые получили серьезные травмы, защищая границы нашей Родины. Кстати, поддержим мы этот проект через платформу ReArmения, которая объявила о своем техническом старте и о которой я вам расскажу прямо сейчас. Откройте для себя проверенные проекты, которые местные армяне и армяне диаспоры хотят воплотить в жизнь. Найдите те, которые нравятся вам и помогите реализовать их посредством прямых пожертвований или сотрудничества с командой. Сразу перечисляем 20 долларов в платформе. Что же такое ReArmения? Это инициатива, призванная объединить армян мира вокруг решения существующих в Армении проблем. Это инновационная платформа сотрудничества и сбора средств, где представлены различные программы. И, наконец, ReArmения – это место, где участники платформы получают предложения о сотрудничестве и пожертвования со всего мира. Как описывает директор платформы ReArmения Геворг Павосян, заинтересованные в будущем Армении люди благодаря проекту делятся своими знаниями, опытом, предоставляют профессиональную, материальную и финансовую поддержку выбранным ими проектам. На данный момент на платформе есть 9 проектов, которые нуждаются в денежной поддержке, и 5 инициатив, которые ищут профессиональную консультацию или другую поддержку. В числе проектов – «По ту сторону границы» – о начале швейного производства в Ханзуреске, «Сила памяти» – это фото-выставка из 44 мест, потерянных в 44-дневной войне, «Возрождение Ахакопа Ванка», призванное восстановить армянский монастырский комплекс 7 века в Арцаке, «Армения повсюду», которая представляет армянское искусство на платформе Google Arts and Culture, «Технопарк» в Арцахе, благодаря которому арцахские дети получат цифровые знания, «Сбор книг» в Агуасе, призванные представить детям общины в Агуас, хорошую библиотеку и развлекательную среду и так далее. Консультационные группы, действующие в рамках Реармения, в состав которых входят ведущие специалисты 14 сфер, проверяют эффективность и актуальность каждого проекта. Эта платформа лично, с моей стороны, очень долгожданный проект, скоро мы сделаем большой выпуск о ней, а пока 20 долларов отправляются на ее развитие. Научно-образовательная стратегическая организация «Барсунг», которая действует исключительно на добровольной основе и имеет более 100 членов. Цель организации — привлечь как можно больше добровольцев и единомышленников, чтобы создать мощную общину для обеспечения ощутимых изменений в стране. «Барсунг» — это самофинансируемая структура, средства которой образуются посредством членских взносов и пожертвований их сторонников. Наши соотечественники из диаспоры могут стать членами в режиме онлайн и быть включены в группы профессиональных, непрофессиональных или общих членов «Барсунг». Это сконные им声ки «Барсунг». Профессиональные группы формируются от специалистов разных сфер, которые разрабатывают программы для развития данной сферы. Все команды на всех уровнях состоят исключительно из добровольцев, которые вносят свой вклад в развитие Армении. Барцунг был сформирован в 2020 году после Арцахской войны, когда будущие члены Учредительного Совета вернулись с границы и осознали, что нужно что-то сделать, чтобы спасти страну. Мы с вами делаем, чтобы спасти страны, чтобы спасти страны, чтобы спасти страны, чтобы спасти страны. Профессиональные проекты – люди, которые не просто обсуждают проблемы Армении и Армянского мира, а пытаются найти решение этих проблем. Они работают, каждый из членов организации вносит свой профессиональный опыт в общее дело. Мы работаем в том, что мы не имеем воплощение, мы не знаем, что работает. Мы работаем в России, в Америке, в том числе, в том числе, но мы не имеем в виду. Поддержать проект можете и вы волонтерской помощью, донатами или другими способами, с которыми вы познакомитесь, пообщавшись с организаторами. А я со своей стороны отправлю 20 долларов, как и было сказано в начале выпуска. Ребят, в закрепленном комментарии условия конкурса. Расскажите о том проекте, который нужно поддержать. Рационально и интересно объясните, почему. И проектом, описанным в лучших трех комментариях, мы отправим еще 100 долларов. В следующем выпуске этой рубрики я снова расскажу о важных и нужных армянских проектах и организациях, которые привносят положительные перемены в жизни пусть определенной маленькой группой граждан Армении. Но если подобные проекты и инициативы будут получать должную общественную поддержку, то бенициаров в тех же проектах будет становиться все больше, а положительное влияние на общество в целом станет видно невооруженным взглядом. Хотелось бы отметить еще одну закономерность. Вы заметили, сколько важных и крутых проектов было начато после апрельской войны 2016 года? Жаль, что настолько трагические события становятся катализатором действительно нужных и амбициозных проектов, направленных не только на помощь нуждающимся, но и на национальное самосознание. Рефлекси — это, конечно, неплохо, но будем надеяться, что эти примеры помогут нам обращать внимание на важные проблемы уже не постфактум. Сидеть и ждать, когда перемены будут осуществляться на государственном уровне. Жаловаться, что в той или иной сфере годами и десятилетиями ничего не меняется, можно вечно. А можно стать соавтором сначала малых, а в дальнейшем масштабных изменений в жизни Армении. Но для начала перемены нужны в сознании каждого из нас. Вы смотрели канал Репатриарх, не забудьте подписаться на канал, если все еще этого не сделали, и поделиться в комментариях своим мнением. Расскажите о тех инициативах, организациях и проектах, которые, на ваш взгляд, не менее важны, чем те, которыми я делюсь с вами. И в дальнейших выпусках я расскажу и об этих проектах.